Никто, никогда и нигде без нас. Так точно звучит их девиз. Армейская авиация и ее история отчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-1. 75 лет на высоте, 75 лет успешной работы на страже воздушных рубежей Отечества. Во всех горячих точках страны и за ее пределами в разные годы армейская авиация выполняла особые боевые задачи. И сегодня она обеспечивает поддержку сводку по российских подразделениям в зоне СВО. В теле армейской авиации особо важная дата для вертолетчиков Щелковской земли и всей авиадивизии ордена Жукова особого назначения. Этот торжественный день, праздник, ознаменовался важным событием – вручением боевого знамени вертолетному полку авиадивизии, который имеет прямое отношение к армейской авиации. И не случайно именно он первый во всем соединению достоин своей реликвии. Так, на аэродроме Чкаловский состоялось торжественное построение личного состава авиадивизии в честь вручения боевого знамени вертолетному полку. Событие очень важное. Вручить знамя полку прибыл лично заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Максимцев. Личный состав – это летчики, которые управляют вертолетами, которые выполняют задачи, естественно, имеют прямое отношение к этому юбилею. Мы восстанавливаем традицию, вручаем воинским частям, подразделениям вооруженных сил Российской Федерации, а также воздушно-космическим силам боевые знамена. И такое событие случается лишь раз в истории части. Момент волнительный и торжественный. Знаменная группа проносит реликвию под многократное ура. В канун дня армейской авиации вручную боевое знамя одному из лучших авиационных полков нашего соединения. Очередной раз мы поднимаем престиж авиационной дивизии, статус. Их труд невозможно переоценить. Поднимая многотонные винтокрылые машины в воздух, профессионалы своего дела, вертолетчики выполняют боевые задачи в любое время дня и ночи, в любых метеоусловиях, часто рискуя своей жизнью. Любовь к родине доказывают на деле. Профессионализм, слаженность и четкость действий этих людей нам не раз удавалось запечатлевать во время тренировок полка. Наблюдать воочию, насколько это трудно, опасно и очень важно. Задачи разные – в воздухе, на суше и в воде, но абсолютно всегда их работа на высоте. Мужество, честь, люди, которые верой и правда служат родине – самая большая ценность соединения, гордость Щелковской земли и всей страны. Заслуженные награды получили многие военнослужащие в этот день, а после соединения прошло торжественным маршем, демонстрируя образцовую выправку – встать. Перед строем парадных расчетов – знаменные группы с флагом Российской Федерации и знаменем вертолетного полка. Испокон веков нашей армии стяг служил не только средством управления войсками, но и символом чести и славы. Эта реликвия – особая ценность. Почитание знамени, верность ему, сохранение в бою – долг военнослужащих. Этому событию, стоит отметить, предшествовал важный ритуал – традиция, утраченная в советское время и возродившаяся в наши дни – крепление знамени к древку. Товарищ полковник, участники церемонии крепления боевого знамени к древку готовы. Церемонии крепления древка к боевому знамени приступить. Полотнище прибывается к древку специальными знаменными гвоздями. Неизменная традиция ритуала в том, что крепление его доверяется поочередно командиру и самым достойным военнослужащим, представляющим вертикаль воинских званий, а также почетным гостям, ветеранам. Это один из самых торжественных моментов в истории знамени. Дорогие товарищи, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, сегодня в соответствии с указом президента Российской Федерации, авиационному полку особого назначения, вручается боевое знамя, которое является символом воинской чести, доблести и славных героических традициях вооруженных сил Российской Федерации. По окончании крепления по чинопоследованию боевое знамя осветил священник. Знамя олицетворяет честь, доблесть и славу, служит напоминанием каждому защитнику Отечества о героических традициях и его священном долге служить Родине, быть достойным наследником ратной славы своих предшественников. Теперь свой долг военнослужащие вертолетного полка выполняют под боевым знаменем не только авиадивизии, но и своей части. Это новая веха в истории всего соединения, то, что будет в Нью-Йорк писано золотыми буквами. Анна Балиец, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.